Сынок, даже не верится, что ты уже аттестат получаешь. Мать Ромы, Анна Владимировна, с нежностью смотрела на сына. Она и ее муж могли гордиться им. Парень рос самостоятельным, целеустремленным, занимался спортом и вел активную деятельность в школьном парламенте. Роман никогда не беспокоил отца и мать запредельными требованиями по поводу новой модной одежды и гаджетов. Уже с 13 лет начал зарабатывать, чтобы помочь родителям, которые всю жизнь проработали в бюджетных организациях и не могли похвастать высокими доходами. После торжественной части выпускного вечера, когда ребятам дали время на подготовку к дискотеке, Рома вышел проветриться. В зале было душно, и, выйдя на школьный двор, парень обратил внимание на невысокую изящную девушку, которая странно дергала ногой и в слезах что-то шептала сквозь зубы. Подойдя поближе, он увидел, что тонкий каблук-шпилька застрял в решетке стока. Первое, о чем подумал Роман, было то, что такие босоножки он бы никогда не стал надевать, если бы сам был девушкой. Они были на высоченных каблуках и имели довольно странную сложную конструкцию. Со стороны казалось, что ноги опутаны тонкими змеями. «Привет! Тебе помочь?» Не дожидаясь ответа, Роман опустился на пол и стал осторожно вытаскивать каблук, стараясь не повредить его. Наконец ему удалось, и девушка освободилась. «Спасибо! Ты меня просто спас! Я уже начала бояться, что встречу свой первый рассвет после выпускного в плену!» Пошутила девушка. «Рад, что спас тебя от плена!» Улыбнулся Роман и представился. «Я Рома, а я Рая!» «Из 11-го Б», ответила девушка и протянула ему руку. Ростом она была значительно ниже, но очень хорошо сложена. «А почему я тебя раньше не видел?» Спросил Рома, бросив украдкой взгляд на новую знакомую. «Потому что я редко появлялась в школе. У меня было свободное посещение», — ответила Рая. «Да ну!» В голосе парня было искреннее удивление. «Ну да, я была на дистанционном обучении, приходила только на экзамены, и когда вызывали по каким-то вопросам», — ответила Рая с лукавой улыбкой. «Я пошла в школу позже на год. Не хотела позориться перед теми, кто младше меня». Разговорившись, молодые люди прошли обратно в зал, где начиналась дискотека. Роман весь вечер не отходил от Рая, и она явно не имела ничего против. Родители девушки, Галина Степановна и Олег Викторович, даже не обратили внимания на то, что их дочь с кем-то общалась. Они просидели в компании других родителей и учителей, поглощенные увлекательной беседой. «Слушай, раз у нас с тобой так здорово получается, оставь мне свой телефончик», — смущенно попросил Роман. Он нацарапал свой номер на открытке и украдкой вложил ее в руку девушки. Рая луково улыбалась, и эти ямочки на щечках очень украшали ее. «Мы с тобой только что выиграли танцевальный конкурс, Ромочка. Я в долгу перед тобой. Я тебе обязательно позвоню». Рома, вдохновленный ее вниманием, рассказал, что сразу после школы пойдет учиться на инженера. Его всегда привлекала электротехника. «А я пока не знаю, еще не выбрала», — наморщила лоб Рая. «Мама хочет, чтобы я поступала на переводчика, а папа хочет сделать из меня врача, чтобы я продолжила его дело. Но мне медицина не нравится». «Тогда тебе надо определяться скорее. Время-то идет. Или ты снова планируешь учиться дистанционно?» — улыбнулся Роман. «Нет, об этом не может быть и речи», — ответила девушка. «Я хочу общаться с ровесниками, ходить на тусовки, страдать от неразделенной любви». Рая заливисто засмеялась, а Рома почувствовал, что начинает краснеть. Он ничего не мог с собой поделать. Девушка ему очень нравилась. После школы оба поступили в университеты, расположенные в одном квартале. Рома учился в техническом, а Рая выбрала финансовое поприще. Рома гордился тем, что мог среди сверстников сказать, что у него есть девушка. И какая! Красота Рая привлекала всеобщее внимание, и он чувствовал себя обладателем настоящего сокровища. Рома стал строить планы на будущее со своей избранницей, представляя, как они поженятся, сколько будет у них детей, как они вместе будут заниматься их воспитанием, ездить по миру всей семьей. На третьем курсе Роман решился сделать Рае предложение в день влюбленных. Его счастью не было предела, когда девушка ответила согласием. Однако она попросила его прийти к ее родителям, попросить их благословения. Отец Раи, Олег Викторович, скрестил руки на груди, как только Роман завел разговор о свадьбе. «Вы можете оставить меня с этим молодым человеком на пять минут?» Напряженным голосом обратился мужчина к жене и дочери. Те кивнули и молча вышли из гостиной, закрыв за собой дверь. «Давай на чистоту, Роман!» – деловитым тоном начал Олег Викторович. «Моя дочь выросла в очень хороших условиях и вряд ли сможет прожить в крохотной съемной квартире, которую ты, скорее всего, вынужден будешь снимать на зарплату инженера. На что ты собираешься жить? Я не могу верить тебе свою единственную дочь. Не обижайся!» «Я не собираюсь жить на зарплату инженера, Олег Викторович», – смело ответил Рома, подняв голову. «Я рано начал зарабатывать и хочу открыть свое дело, которое позволит мне обеспечивать достойную жизнь моей семье». Отец Раи только скептически пожал плечами. «Будущее покажет, какой из тебя предприниматель. Но пока мой ответ, скорее всего, будет отрицательным». Роман поднялся, поняв, что разговор окончен. Раю родители не отпустили проводить его до выхода из подъезда. На следующий день девушка позвонила ему после учебы и предложила встретиться. Когда Роман пришел в их любимое кафе, Рая, даже не раздеваясь, отрывисто проговорила. «Ром, я тут подумала, если ты будешь инженером, на что мы будем жить, когда у нас родятся дети?» «Значит, ты запела песенку своего папочки», – задумчиво ответил Рома, глядя на Раю. «Не надо так про него говорить. Он беспокоится за меня. Ты бы тоже переживал за своего ребенка», – резко ответила девушка. «Но я же не пустозвон. Я умею и не боюсь работать». Рома вскочил и хотел было взять Раю за руку, но она резко отстранилась от него. «Прости, я не могу рисковать своим будущим ради твоих туманных бизнес-задумок». Рая вырвалась и стремительно выбежала из кафе. Рома остался сидеть на месте. Он несколько дней подряд звонил ей, ждал возле университета, но Рая словно сквозь землю провалилась. В деканате ему сказали, что она оформила перевод в другой вуз и уехала. Рома навел справки, разыскал ее в новом университете, но так и не смог встретиться. Прошли годы. Черный внедорожник въехал на территорию мойки, и из него вышел молодой мужчина в дорогом сером костюме. Он ступал очень легко, как человек с хорошей спортивной подготовкой, и одна из мойщиц в восторге подпрыгнула. «Ой, я его знаю, он нежадный, всегда доплачивает». В этот момент ее вызвали в другой сектор, и вместо нее пошла ее сменщица, миниатюрная шатенка в сером рабочем комбинезоне. Клиент отошел в сторону, чтобы не мешать работнице, и разговаривал с кем-то по телефону. Когда он немного повысил голос, «Я вообще-то заехал машину помыть, здесь шумно, давай я тебе чуть позже перезвоню». Женщина обернулась. «Рома? Это ты?» Не веря своим глазам, мужчина уставился на мойщицу. «Рая?» В этот момент из комнаты администратора выбежал мальчик лет пяти. Он был одет довольно невзрачно, лицо чем-то вымазано. «Мам, я кушать хочу», — обратился он к Рае. Рая с недовольным видом посмотрела на сына. «Даня, я сейчас на работе, до обеда еще полчаса. Потерпи немного, хорошо?» «Ты всегда так говоришь», — надулся мальчик. «Рая? А может, ты отпросишься на обед прямо сейчас?» — предложил ей Роман. Ему стало жаль ребенка, и он решил отвезти мать с сыном в кафе. Рая радостно улыбнулась, забежала в администраторскую и через минуту вышла, поправляя на себе комбинезон. «Все, я готова». Она как королева уселась в салон машины, посадив рядом Данила, и Роман вырулил на проспект. Недалеко от них находился небольшой ресторанчик, куда Рая, как она позже призналась, никогда не заходила, слишком дорого для нее. Заказав побольше еды и отдельно для мальчика особый десерт, Рома стал расспрашивать Раю, как она живет. Однако она не спешила отвечать, осматриваясь по сторонам. Наконец, решив, что пауза выдержана, Рая приступила к рассказу. Ее родители настояли на том, чтобы она после университета сразу вышла замуж за одного типа, который начал ухаживать за ней еще во время учебы. Парень дорого одевался, ездил на собственной машине, дарил дорогие подарки. Родителям Раи показалось, что нашелся идеальный кандидат в мужья для их дочери, и сразу после получения диплома они сыграли шумную свадьбу. Тогда Олег Викторович не сразу сообразил, что почти весь счет за торжество предприимчивый зятек аккуратно повесил на него. У Рая была собственная квартира, купленная родителями, и молодой муж сразу предложил поселиться там. Якобы он свою квартиру сдает, и это приносит ему пассивный доход. Рая заметила неладное, когда обнаружила, что большинство вещей мужа были как-то посиротски сложены в потрепанные старые чемоданы. Особенно ее напрягал тот факт, что его родители даже не пришли на свадьбу. Тогда он объяснил их отсутствие тем, что они попали в аварию. Зато они прислали нам офигенное видеопоздравление. «А это тебе!» — муж повесил на шею Раи жемчужное ожерелье. «Это наша семейная реликвия. Антиквариат XVIII века. Он гордо застегнул ожерелье на шее супруги». Та не стала говорить, что терпеть не может подобное украшение, но промолчала. Мать Раи, Галина Степановна, встревоженно заохала. «Какое бесподобное украшение, доча! Оно так тебе идет!» «Вот это я понимаю!» — одобрительно загудел Олег Викторович. «В хорошей семье не бывает без реликвий. Это же как память рода. Мы тоже припасли кое-что для вас, молодые. Получьте на следующей неделе». «В общем», — вздохнула Раи, — «все оказалось сплошным враньем. Муж толком нигде не работал, и никакой квартиры у него не было. Он был обычным мошенником, который брал дорогие вещи в бутики на прокату своих знакомых, чтобы производить впечатление на окружающих. «Мои предки купились на его тряпке, и вот что из этого вышло», — горестно вздохнула Раи, отпив кофе. Когда Раи обнаружила, что беременна, супруга и след простыл. Зато через месяц после его исчезновения к ним в квартиру вломились какие-то неприятные люди, которые заявили, что ее муж им должен огромную сумму. Раи вначале пробовала защищаться, говоря, что не отвечает за супруга, но те стали угрожать и в конце концов заставили отписать им квартиру в счет его долга. Раи пришлось перебраться к родителям, которые после этой истории были полностью опустошены. Отец умер от инсульта, матери пришлось забыть о пенсии и идти работать техничкой в торговый центр. Женщина, всю жизнь считавшая себя исключительной во всех отношениях, угасала на глазах дочери, сталкиваясь каждый день с сочувственными и насмешливыми взглядами прежних знакомых. Они отводили от нее глаза, когда спрашивали, как она поживает. Когда Раи родила сына, встречать ее было некому. От перенесенного стресса малыш родился очень беспокойным, ему требовались дорогие лекарства, и вскоре Раи пришлось потихоньку продавать имущество родителей. Женщина задолжала большую сумму за коммунальные услуги, за продукты, которые брала в долг в местном магазинчике. Кредиторы буквально начали преследовать ее по пятам, угрожая отнять жилье за долги. Так и произошло, когда Данилу исполнилось два года. Не найдя няни для ребенка, потому что платить было нечем, Раи была вынуждена выйти на работу, упросив руководство брать его с собой. Ей пошли навстречу, и с тех пор мальчик все время проводил в будке администратора, стараясь лишний раз не показываться на глаза старшим по смене. «И вот с тех пор я здесь, несостоявшийся гений-финансист», — пошутила Раи в своей обычной легкой манере. «Да уж, закрутила тебя». «Пацана жалко», — Рома кивнул в сторону мальчика, который с аппетитом уплетал свой десерт. «Ты прости меня, Ромчик. Давай начнем все сначала», — неожиданно заговорила Рая, как бы невзначай, коснувшись его руки своими загрубевшими пальцами. Роман удивленно посмотрел на свою бывшую девушку. «Ты серьезно?» «Конечно. А что тут такого? Я уже многое поняла. Я была молода и наивна, зато сейчас стало мудрее». Рая не отставала от мужчины. «Я тоже, Раиса Олеговна, стал мудрее». Роман впервые назвал так Раю. «Ты предпочла, дорогие тряпки, любившему тебя человеку. Вот и отвечай за последствия своего выбора. Что касается меня, то я счастлив в браке. У меня есть дети от любимой женщины, которую я ни на какую другую не променяю. Она была со мной в то время, когда в мои идеи никто не верил, в отличие от тебя и твоих родителей. Я могу помочь только этим». Роман встал, вытащил из-за пазухи конверт и бросил на стол. «Это твоему мальчику, чтобы не заставляло его голодать». «Прощай, Рая». Он подозвал официанта, оплатил счет и вышел. Женщина, уткнувшись лицом в скатерть, зарыдала. «Боже, Боже, какая я была дура!» Прошептала она. Прошептала она.